МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Очередное убийство животного. Каспийский мальчик жестоким образом расправился с кошкой. Психологи бьют тревогу. Народная больница остро нуждается в современном лор-оборудовании. Врачи ежедневно принимают пациентов с заболеваниями уха, горла и носа. Но из-за отсутствия современного аппарата диагностика затруднена. 26 тысяч беженцев укрылись в городе Барджа из-за продолжительных атак Израиля по Ливану. Представители благотворительного фонда «Инсан» лично встретились с пострадавшими. Спортивные надежды и будущие защитники Родины. В Махачкале чествовали чемпионов школьной футбольной лиги и победители окружного этапа военно-патриотической игры «Зорница-2.0». В социальных сетях распространилось видео, на котором видно, как над трупом кошки сидит ребенок. Событие послам очевидцев произошло в Каспийске. Однако, эта информация не подтвердилась. Администрация города в своем телеграм-канале прокомментировала ситуацию следующим образом. Представители ПДН и КДН Каспийска провели выезд по указанному адресу, где опросили жителей и детей. В результате проведенной работы данная информация не подтвердилась. Также сообщаем, что женщина, распространявшая видео, отказалась от комментариев. Призываем всех быть осторожными с распространением непроверенной информации и обращаться в компетентные органы в случае выявления фактов жестокого обращения с животными. Тем не менее, жестокое обращение с животными среди детей и подростков нередко, си как отмечают специалисты, подобные действия могут иметь тяжелые последствия для ребенка во взрослой жизни. В первую очередь, очень важно обратить внимание на психологическую зрелость и психическое здоровье ребенка. Если мы говорим о психологически здоровом ребенке, причин такого жестокого поведения может быть несколько. Одной из причин может быть стиль воспитания. И здесь важно обратить внимание на две крайности – попустительство или же авторитарность. При попустительстве вырабатывается чувство сездозволенности и отсутствие границ нормы и отклонений поведения. При авторитарном же стиле у ребенка вырабатывается жестокость к окружающему миру и отсутствие чувства и сопереживания. Одним из важных моментов, учитывая зависимость современных детей от гаджетов, может быть, как пример подражания какому-либо сюжету. Диагностика по старинке. В медицинский центр имени Башларова ранее известна как Третья городская больница. Ежедневно обращаются пациенты с заболеваниями уха, горла и носа. Врачи стараются помочь каждому, однако они не всегда в силах справиться. Отсутствует лор-комбайн. Современный аппарат всего за 20 минут приема может качественно выполнить обследование и поставить точный диагноз. Тяжелые пациенты, которых нужно ларингоскопию, к примеру, сделать, мы их направляем, ну, не буду называть клиники, но в частной я в основном направляю, потому что лорооборудование у них бывает. Где-то за два месяца это человек 20, наверное, было, которые нуждались именно в осмотре эндоскопа. Семь лет работы, тысячи благодарных пациентов из разных уголков Дагестана. Помочь простым людям сохранить здоровье и жизнь. Для специалистов народной больницы это не просто слова. Мы оказываем медицинскую помощь при довольно широком круге заболеваний. И амбулаторную помощь, и стационарную. К сожалению, полного спектра помощи, как амбулаторной, так и оперативной, мы пока оказать не можем. Но очень надеемся, что с приобретением нового лор-комбайна и набора хирургических инструментов специализированных не останется такого заболевания, которого наши замечательные отоларингологи не смогли бы оказать. Пациенты хорошо отзываются о специалистах медцентра имени Башларова и их трепетном отношении к больным. И хотели бы получать полноценную медицинскую помощь именно здесь. У меня нос был забыт, я дышать не могла. А шла к ней, я очень довольная. Мне кажется, она написала. И довольная я. А вам помогло лечение врача? Да, помогает, помогает. И шла поможет. Люди добрые, ухаживают хорошо. Надеемся, выздоровеем. Правильный диагноз – это половина лечения. С целью помочь народной больнице приобрести новое оборудование – благотворительный фонд «Инсант». Открыл сбор в размере более 9 миллионов рублей. Поддержать сбор можно по QR-коду, который указан на экране. Участковые больницы в Гумбетовском районе хотят перевести на дневной режим работы. В основном это коснулось сел Игали, Черкота и Нижнее Инхо. На протяжении многих лет пожилые люди и дети могли обратиться за помощью в местные медучреждения. И в трех селах больницы обслуживают более 10 тысяч человек. А сейчас им придется каждый день ходить пешком, да еще и в гору. И мы до сих пор не понимаем, что было в причине для этого. Стабильно работающая больница, в которой с 1959 года не было дня, чтобы там 5-6-10 человек не ложились, не лечились. И вдруг эту больницу надо перевести на дневной стационар. Тем более эта больница находится на расстоянии где-то километра от села, чтобы дневной стационар утром добираться старикам в зиму, тем более 2 месяца здесь не бывает солнца, и вечером возвращаться, это нонсенс. Никакие доводи не приводят, сверху давят и потихоньку закрывают, никого не слушают. У нас в больнице считается 55 поликлинических посещений и 20 коек. Сегодняшний день ее перевести на 10 коек в дневный стационар, это представить невозможно. Более 5 тысяч населения, 7 населенных пунктов наше селение обслуживает. Это от участковой больницы есть села отдаленные 18, 20, 20 чем-то километров, 5-3 километра отдаленные села есть. Оттуда эти люди, что они будут делать, как они будут приходить, как будет работать эта скорая помощь. В районной больнице нет квалифицированных врачей и реанимации. Зимой в палатах холодно из-за отсутствия отопления, поэтому местные жители ищут помощи в других городах, в том числе в столице и Буйнакске. О проблеме сообщил Народный фронт Дагестана. В Минздраве региона, как сообщает общественная организация, ответили, что районная больница задолжала 66 миллионов. Исключив тройные расходы на содержание участковых больниц, удастся улучшить условия лечения в центральной районной больнице. Несколько скамейок тоже поставим, чтобы они могли сидеть и смотреть. В Махачкале появится еще один благоустроенный двор. Участок расположен на проспекте Акушинского. Жителей ждет новая беседка, игровая зона, а также футбольное поле. Помимо этого появится еще и воркаут-площадка. Это открытая зона для уличных тренировок. На сегодняшний день установлен новый бордюрный камень. Проведена санитарная обрезка деревьев и подготовлены площадки для новых саженцев. С выездом на место перед проектированием дворовой территории нами было организовано собрание собственников данного многоквартирного дома для обсуждения дизайн-проекта и внесения необходимых изменений. Для выполнения работ по благоустройству данной дворовой территории на конкурсной основе была выбрана подрядная организация БЕСА. Общая площадь благоустраиваемой территории составляет 3500 квадратных метров. Далее у нас планируется укладка асфальтобетонного покрытия, обустройство самого футбольного поля, установка столбов освещения, скамеек, урн и игрового оборудования. Ремонтные работы будут завершены до конца ноября. Жильцы заявили, что по окончании работ примут участие в озеленении и будут бережно относиться к созданным удобствам. Дополнительные меры поддержки для участников специальной военной операции обсуждали на встрече с главой Дагестана Сергеем Меликовым. Он отметил, что фонд «Все вместе» успешно реализует меры социальной поддержки для семи участников СВО. Благотворительная организация действует при поддержке средств республиканского бюджета, добровольных пожертвований граждан и меценатов. Глава региона добавил, большую работу проводит организация «Память гор», созданная самими ветеранами СВО. За неполные полгода организация решила почти 80 запросов. В основном это обращения от семей погибших военнослужащих, а также участников спецоперации. Мы должны с вами вместе находить оптимальные решения, порой в сложных ситуациях, но я просто уверен, что при таком единении мы эти решения обязательно найдем. Только вместе мы сумеем преодолеть возникшие трудности, преграды, приблизить день нашей скорой победы над неонацизмом, фашизмом и создать благоприятные условия для всех ветеранов, которые проживают на территории нашей многонациональной, дружной и гостеприимной республики. А победа обязательно будет нашей. Представители благотворительного фонда «Инсан» прибыли в город Баджа в Ливане. Здесь проживает 26 тысяч беженцев, потерявших свои дома в результате атак Израиля. В рамках поездки была проведена встреча с главой города Хасаном Юсуфом Саадом. Он рассказал о самых насущных потребностях ливанцев, как удалось выяснить, ситуация в городе крайне тяжелая. Школу закрыли для школьников. И временно здесь живут некоторые 30 дней, некоторые 25, некоторые 20 дней живут здесь. После бомбочки они сюда переехали, и у них нехватка в матрасах, нету головы, подушек вообще нет. В каждом комнате живут по 8, по 9, по 10 человек. Беженцы лишены крова, многие вынуждены спать на земле. Фонтэн сам планирует оказать помощь пострадавшим, предоставим одеяло, матрасы и теплые вещи, чтобы хоть как-то облегчить их положение. Если вы хотите нам помочь, то купите лекарства. У кого-то сахарный диабет, у кого-то холестерин. Нам нужны газовые баллоны и чайники. У нас 5 семей. В этой комнате 3 семей, а в другой 2. Мы пришли сюда 25 числа. Да, поможет вам Всевышний. По его воле вы вернетесь в город в здравии и без потерь. Мы вам обязательно поможем. У нас не хватает питьевой воды и недостаточно воды для купания. Спасибо жителям Барджи, что нас приютили. Мы находимся в центре приюта. Мы нуждаемся во всеобщей помощи. Нам нужна вода, лекарства и продукты питания. Напомним, что фонд Инстан объявлял сбор через свое приложение на сумму более 2 миллионов рублей. Эти средства с помощью жителей Дагестана удалось собрать в течение недели. С учетом потребностей местных жителей, в ближайшее время им будет передана гуманитарная помощь. Абдулла Алиев, Халит Ахмаев, Мурат Бигбарзов, телеканал ННТ, Ливан. Глава Махачкалы выразил благодарность сотрудникам газеты «Ассалам» за их активную просветительскую деятельность. А также за их весомый вклад в дело сохранения и укрепление духовно-нравственных ценностей среди населения республики и страны в целом. За это благодарственным письмом главы города были поощрены руководители издания. Вы очень талантливые люди, которые делают очень большую работу. Я считаю, основу самой этой газеты «Ассалам» – это очень хороший, единый, воспитательный характер и нравственная, которая в культуре распространяет. Добрая газета «Ассалам» вот уже 30 лет радует своих читателей полезной информацией. В основном она распространяется на территории России и страны СНГ. В ней авторы затрагивают вопросы веры, семейного быта, истории и многое другое. Газета «Ассалам» является духовно-посветительской. Главная цель – это просвещение населения. И в газете публикуется очень много информации, актуальные на сегодняшний день, там, относительно здоровья, семейных ценностей. Потом женская страничка, есть детская страничка. И очень много полезного. И есть определенный там контент, процентов 40 составляющих газет – это религиозные. Новые успехи и признание трудовых заслуг. Месяц назад Батыр Магомедов завоевал пока главный трофей в своей небольшой карьере. Капитан столичного лицея номер 5 помог команде стать лучшей на всероссийском этапе школьной футбольной лиги в Москве. В одном из драматичных матчей в полуфинале он проявил лидерские качества, сменив голкипера в серии пенальти. Ребята мечтают и делают все, чтобы в будущем заиграть на взрослом уровне. Мы всю свою жизнь посвящаем футболу, чтобы стать футболистами и играть за границей в российской премьер-лиге. Может, за родной клуб «Динамо» Махачкала. Мы долго идем. У нас еще есть впереди цель, чтобы стать хорошими футболистами. Мы очень рады этой победе, потому что в прошлом году на республике нам было очень обидно, что мы заняли второе место. И в этом году мы поставили цель, чтобы мы тренировались усердно и победили Дагестан, чтобы выйти на Россию. Триумфаторов турнира в столице страны поздравил Сергей Меликов. Глава республики вручил им подарки – футбольные мячи и экипировку «Динамо». На мероприятии также чествовали победители окружного этапа военно-патриотической игры «Зарница 2.0». На соревнованиях в Гудермессе Дагестан успешно представили ученики Аверьяновской средней школы Кизлярского района. Без внимания также не остались тренеры и руководители коллективов. Только тогда, когда человек стремится делать невозможное и добиваться большего, он подходит к победе. Значит, вы на своем уровне сделали то, что для кого-то стало невозможным. Потенциал у юных горцев высокий. Школьная футбольная лига и другие подобные проекты помогут ребятам проявить себя и обратить внимание со стороны больших клубов, уверен заслуженный тренер России Александр Маркаров. Мы стремимся к тому, чтобы наши футболисты, дагестанские, были звездами. Сейчас, слава богу, уже начинают появляться. Приехал Амит Агаларов, приедет там еще кто-то. У нас же в этом туре, по-моему, в этом и предыдущем туре, у нас 9 человек дагестанцев забили за разные клубы Российской Федерации. Кто-то за «Крон», кто-то за «Балтику», кто-то там за «Ска Хабаровск», кто-то за «Динамо», за «Спартак», за «ЦСКА». Вот такие. Поэтому сегодня у нас, благодаря школьной футбольной лиге, большой ажиотаж. В конце встречи школьники получили приглашение на ближайшие домашние матчи махачкалинского «Динамо». Первый из них против московского «ЦСКА» пройдет уже в эти выходные, 19 октября. Курбан Рагимов, Магмед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала.